всем привет меня зовут яна я рада что вы заглянули на мой канал сегодня я планирую пошить себе даже не знаю как будет правильно свитер пуловер в общем скорее всего свитер шить я его буду из вот такого трикотажного полотна обзор на него я показывала предыдущем видео это трикотаж арктика довольно плотный ощущается таким довольно тепленьким надеюсь он таким и будет шить я его буду из свежего выпуска борда за 10 месяц 2020 года это модель 104 вот таким вот образом выглядит технический рисунок журнале модель представлена довольно длинная длиной она приблизительно 85 сантиметров но я такой делать не хочу я хочу его сделать намного короче выкройку я уже пересняла и внесла в нее кое-какие корректировки сейчас я вам об этом подробно расскажу так вот выкройка которую я пересняла и начну я задней половинки данный свитер я шью под джинсы с высокой посадкой поэтому слишком длинную и и делать не хочу для этого я укоротила длину по выкройке на 24 сантиметра и также я заузила ее к низу чтобы она у меня по нижнему срезу шла не не такой широкой как идет по выкройке а немного уже заузила я ее на 5 сантиметров с каждой стороны то есть и спинку и полочку на 5 сантиметров по линии проймы я сделала складочку для коррекции на свой рост и вот здесь по низу я приклеила еще кусочек клеенки для того чтобы сразу же сделать и подгибку не за так как у меня низ идет не совсем прямой чтобы соблюсти вот этот угол я сразу разметила себе и подгибку таким же образом я сделала коррекцию и на детали полочки также сама заузила боковую сторону к низу и подклеила участок для образования подгибки низа на такую же высоту заложила складочку по линии проймы что же касается рукава то здесь немного больше корректировок провела это во-первых заузила сам рукав в верхней точке там где у нас вшивается рукав пройму я заузила на один сантиметр чтобы вот это вот длина соответствовала разметки по детали полочки и спинки ну вот здесь книзу я сделала за уже не больше по центру от вершины к низу я сделала такую трапециевидную складку по нижнему срезу рукава у меня складка составляет приблизительно 5 и 8 сантиметров то есть почти 6 сантиметров помимо вот этой ширины которую я заложила складку я еще с двух сторон убрала по два сантиметра с каждой стороны и того у меня приблизительно сантиметров на 10 получился рукав уже так как я не планирую здесь внизу ставить манжет как в данной модели кстати не показала как он выглядит вот таким вот образом выглядит данная выкройка на модели модель даст достаточно объемная здесь по-моему еще есть один вариант отшитый по данной выкройке вот он довольно объемная и достаточно длинное изделие и рукав как вы можете заметить тоже достаточно такой широкий я к низу его хочу сделать уже поэтому за узел а вот за уже не получилось приблизительно 10 сантиметров то есть нижний срез рукава у меня двадцать три с половиной сантиметра вот здесь по объему и также как на детали полочки и спинки я подклеила к низу кусочек клеенки для того чтобы сразу сформировать и подгибку низа и еще я откорректировала длину немного вот здесь вот в районе локтя заложила складочку складка у меня здесь получилось примерно три сантиметра это то что касается корректировки самой выкройки все детали я уже раскроила деталь полочки спинки и деталь рукава что касается самой горловины я пока ее не выкраивала хочу собрать весь пуловер и затем уже посмотреть буду ли я его вообще выкраивать и либо же оставлю горловинку вот такой вот обычной круглой формы но вообще в планах у меня было сшить его такой свитерок с горловинкой поэтому скорее всего буду его делать все сейчас приступаю к сборке вам желаю приятного просмотра собирать свитер я буду на четырех ниточном оверлоке я честно говоря немного сомневалась что данная ткань будет хорошо прошиваться на оверлоке но тем не менее вот сделала несколько строчек на образце и принципе не меня устраивают немного откорректировать дифференциал строчка идет довольно неплохая и пошиве начну с того что соединю деталь полочки спинки по плечевым швам при стачивании плечевых швов буду прокладывать вот такую вот силиконовую ленту чтобы избежать дальнейшем их растяжение стачивать я буду со стороны спинки так как шоу буду заутюживать нас деталь полочки накладываю силиконовую ленту прикалываю и и булавочками немного отступая от края среза чтоб учесть наш припуск вот таким вот образом накладывая и прикалываю булавочками ключевые швы я сначала это не выглядит и сейчас пойду немного от утюжи этот шов заутюжу припуск на деталь полочки швы я от утюжила подобную ткань нужно очень аккуратно утюжить буквально еле касаясь утюгом потому что под паром не могут терять свои вот свойства эластичные и становиться такой тряпочкой растянутой все теперь я хочу в открытую пройму точать рукав раскладываю деталь вот здесь у меня есть метки совмещения рукава эта метка говорящая о том что это у нас полочка и те метки где у нас рукав начинается и заканчивается накладывая рукав лицом к лицу совмещая при этом метки совмещаем также метку центра рукава с плечевым швом клалываю его булавками и прокладываю строчку на верлоке деталь полочки у нас по выкройке идет немного меньше чем вот это расстояние на самом рукаве поэтому мы ее немного оттягиваем в принципе этого особо и незаметно но тем не менее разница в длине есть как трикотаж на она все сутюжится и этой волны видно не будет все приколола рукав и теперь прокладываю строчку рукава я уже втачала и 1 и 2 и припуски заутюжила заутюжила на сторону рукава на этом этапе я хочу подогнуть низ рукавов и низ изделия и приутюжить вот эти припуски сейчас размечу линию по которой буду заутюживать приутюжила я нижние срезы полочки спинки рукавов теперь я хочу сточать боковой шов и шов на рукаве складываю лицом к лицу деталь полочки и спинки совмещаю здесь вот эти сгибы которые я заутюживала совмещаю их таким образом чтобы они стали продолжение в одной линии скалываю булавками здесь совмещаем точки втачивания рукава припуски можно разложить в разные стороны и таким же образом как на полочке и спинке совмещаю заутюженный сгиб на самом рукаве скалываю булавками срезы и прокладываю строчку на верлоке итак сначала я уже боковой шов и шов на рукаве с одной и с другой стороны сейчас я осноровлю вот эти нижние срезы много там подрежу где есть излишки какие-то и буду обрабатывать его на верлоке из изделия я осноровила от сгиба отмерила 3 сантиметра по всей длине так же самое и на рукавах и излишки срезала для того чтобы вся подгибка шла одинаковой ширины затем обработала срез на верлоке и сейчас вручную буду его подшивать беру нитки в тон и ручными стежками сейчас буду его подгибать для того чтобы с лицевой стороны у меня не было видно никаких строчек заправила нитку в иголку отгибаю припуск на ширину верлочной строчки следим за тем чтобы вот эта подгибка у нас не съезжала фиксируем ее пальчиком отгибаем вот этот припуск и затем захватываю вот так вот иголка верхней нитки основного полотна и прокладываю стежок на самой подгибки я палываю иголку в оверлочные строчки здесь важно не затягивать вот эту ниточку которой мы прошиваем для того чтобы само изделие имела возможность растягиваться если нитка будет затянуто процессе носки она может порваться при натяжении и придется заново прошивать поэтому ниточка должна идти с небольшой такой свободой вот так вот у меня идет нитка довольно таки свобод для того чтобы была возможность растянуться ей и так низ я подшила и рукава тоже примерила и свитер принципе меня все устраивает горловине я все-таки решила пришить вот этот хомутик я его уже вырезала сейчас стачаю этот средний шов и затем буду его втачивать в горловину средний шов горловины я сначала сам припуск на сгибе разутюжила в разные стороны для того чтобы не создавать утолщение скалываю булавками совмещаю вот этот шов здесь есть метки которые нужно совместить с плечевым швом также я ставлю метку виде булавки по центру переда центру спинки идет шов и ставлю метку по центру полочки и спинки и теперь совмещаю воротник лицом к с основным изделиям сначала я воротник припуск заутюжила вниз на основное изделие и на этом свитер полностью готов ну а на сегодня у меня все спасибо что вы оставались со мной до новых встреч пока пока и